Добрый день, уважаемые Добрый день, уважаемые Такой вот сложной ситуацией, которая сейчас сложилась вокруг Академии наук в связи с вынесением законопроекта о новом статусе Российской Академии наук. Я думаю, что практически все знают, но для того, чтобы быть определенным, я все-таки несколько слов скажу. В четверг, 27 июня, правительство Российской Федерации внесло в Государственную Думу законопроект о Российской Академии наук, реорганизации государственных академий и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Ну, к этому внесению предшествовало, естественно, обсуждение от правительства, и вы видели выступления и Ливановой, и Голодец, и Медведева. Видно, что правительство действительно единогласно этот проект поддержало и внесло на рассмотрение Думы. Очень интересно также является то обстоятельство, что это внесение предложения от правительства сопровождалось просьбой провести Думу и рассмотрение в срочном режиме. Что, ну, в некотором смысле показывает, что есть решение, как можно скорее этот законопроект утвердить. Ну, если говорить о том, что предлагается в этом проекте, то, наверное, надо прежде всего снять вот эту шапку объединения там нескольких государственных академий и обратить внимание на то, что Академия наук в прежнем виде перестает существовать, и та новая организация, которая будет общественной, общественно-государственной организацией, будет иметь совсем другие функции по сравнению с функциями Академии наук. Вот, если посмотреть фактически главный момент, связанный с описанием целей деятельности Академии наук, то из устава, и из всех прежних уставов, которые были у Академии наук, Семьёна Петра I, исчезает главный пункт – проведение научных исследований. То есть новая Академия наук проводить исследования не будет. Она будет заниматься, ну, фактически разработкой неких таких общих концепций развития науки в стране, экспертизой научных проектов, ну, и будет оказывать также различные консультативные услуги. Значит, ну, фактически речь идет о том, что вот тот организм, который сейчас существует, он расчленяется как бы на две части. Одна часть – вот эта вот глава, которая отделяется и будет каким-то образом функционировать отдельно в непонятном режиме. Ну, а вот все остальное тело, которое, собственно, нас сегодня касается, нашего сегодняшнего обсуждения – это институты Академии наук, которые будут теперь не институтами Академии наук, они будут разделены на три части. Одна часть будет вообще закрыта, вторая часть будет, ну, так сказать, переформатирована, так скажем, она, по-видимому, будет передана каким-то ведомством, может быть, приватизирована. И третья часть, наиболее сильная, считается, что будет находиться в видении специального агентства научных исследований. Это агентство будет, по-видимому, самостоятельным, хотя бы не исключено, что оно будет каким-то образом управляться Миноборнаукой. Ну, и понятно, что такое развитие событий затронет каждого из нас. И, в общем, цель нашего сегодняшнего собрания – дать оценку вот этой вот ситуации. Может быть, если собрание решит обратиться с протестом, с какими-то письмами, мы должны решить, куда и как. Но ясно, что научное сообщество страны с негодованием восприняло вот это вот это событие. И по всей стране уже, начиная с пятницы, прошли собрания. В частности, известно, ну, наверное, надо сказать, что первое мероприятие, всякий был в четверг, был создан президиум РАН экстренный, на котором президент Академии Наукфордов информировал вот о таком решении правительства, но по существу попросил дать ему 2-3 дня, не проводя активных акций протеста для того, чтобы, может быть, каким-то образом эту ситуацию урегулировать на высшем уровне. Ну, по-видимому, ситуация не урегулирована, и поэтому вот с сегодняшнего дня начинаются такие акции протеста. В пятницу Президиум Сибирского отделения Академии Наук обратился с открытым письмом в адрес президента правительства у Старственной Думы к лидерам партий. И я думаю, что многие это письмо читали. Письмо сильное. И вот когда мы тут субботу, с воскресеньем обсуждали на таком заочном, что ли, собрании Нижегородского, Президиум Нижегородского научного центра, мы решили, что, ну, фактически что-то другое писать бессмысленно, и нужно просто в своем прощении, в своем прощении поддержать вот это вот письмо. Теперь, сейчас вот в 11 часов утра начался очередной Президиум, нет, неочередной Президиум, и на два часа намечено собрание отделения физических наук. Ну, по-видимому, там идет, в общем, серьезный разговор. Наверное, не все так однозначно. Итак, на самом деле, действительно, не все так однозначно на сегодняшний день. Но в любом случае, вот мы тут специально принесли проект документов. Кстати, все сейчас есть в интернете, все доступно. И обращение, и сам законопроект. И в нем на 28-й странице совершенно четко прописаны слова. Правительство Российской Федерации в течение трех месяцев, с одним вступлением настоящего закона в силу, назначает ликвидационные комиссии Российской Академии Сельхознаук и Медицинской Академии. То есть, вот, пожалуйста, когда говорят про реформу, еще про что-то, это лукавит. 28-я страница держит совершенно четко фразу «ликвидационная комиссия». Это из законопроекта, который стоит на сайте Государственной Думы. Все уже внесено в Государственную Думу, поэтому цели и задачи более-менее прозрачны и понятны. И причем, ну, законники докопались и поняли, а в чем тут дело. Оказывается, сейчас только что внесены и приняты Государственные Думы поправки к земельному кодексу, где, в общем-то, Академии наук наделяются в бессрочное пользование земельными участками и по-иному отнять, кроме как ликвидировать, невозможно. Так что вот это факты, которые, так сказать, упрямая вещь, которые следуют из документов. Это и возмутило научную общественность. Ну да, в первую очередь, конечно, возмутился профсоюз. И в течение двух дней на сайте профсоюза была, так сказать, буря, мы тут собирали информацию и выдавали ее. Два дня президиум действительно выжидал. Но теперь уже я могу точно сказать, что и сайт центральный содержит вот эти все ссылки, содержит и вот это вот обращение сибирских академиков, которые я, кстати, с очередью тоже предлагаю просто поддержать. Действительно, это очень все взвешенно, разумно, без какого-то там надрыва и ажиотажа. Но, как бы, картинки здесь вот с надрывом, это, конечно, можно объяснить. Дело в том, что Александр Михайлович произнес, что была поддержана эта инициатива Ливанова и правительство его отправило в Думу. Так вот, Александр Григорьевич, я, на самом правом, не нашел этого ресурса, где он нашел, но он скачал где-то информацию, что все-таки в обсуждении были голоса против. В частности, министр обороны Шойгу, который прекрасно знает, что такое эффективный менеджмент, который нам хотят насадить. Он сейчас как раз расхлебывает плоды эффективного менеджмента, имевшего место в течение трех с лишним лет под руководством Сердюкова. Когда военным сказали то же самое, что и нам. Нам говорят, ребята, ученые, сосредоточьтесь на науке, а вашим имущественным комплексом, финансовым потоком и всем прочим, мы назначим эффективных менеджеров. То же самое было сказано военным. Дорогие военные, сосредоточьтесь на боевой подготовке, оружие, ремонты, квартирные, эксплуатационные части и прочее. Мы вам все урегулировали. Эти лица вам все известны, поэтому они там все сделали, и, видимо, можно дальше их куда-то двигать. Поэтому вот эта фраза насчет капитационной комиссии, она есть и никуда не деться. Есть еще одна группа людей, которые тоже высказались в поддержку научного сообщества. Это два совета, действующие при Минобру науки. После того, как из этих советов ушли Жарис Иванович Алферов и Фортов, то есть там остались люди достаточно лояльные власти, но тем не менее и они тоже обозначили, проанализировав нормативную базу, они поняли, что здесь произошло и нарушение их собственного правительства, я имею ввиду регламента, и нарушение указа президента, где предписаны все законопроекты, касающиеся здравоохранения, социальных вопросов, науки, образования, как минимум в течение 60 дней обсуждать общественности. Здесь ничего подобного не было. Ну, в общем, нарушены здесь законы. Причем нарушены даже законы математики. Если внимательно посчитать числа, которые они привели в экономическом обосновании, цена вопроса, по их мнению, там 500 с небольшим миллионов рублей. Это та самая разница, которая запланирована к выплате академикам и член-корам всем академикам, чтобы приравнять к верхнему уровню. Так вот, они даже здесь в арифметике ошиблись, и цифра реально там на 80 миллионов больше требуется. Замечу, больше никаких денег там не запланировано. Следовательно, вот этот вот институт эффективных менеджеров, а вот эти девушки, которых я вам показывал, они отнюдь не ту зарплату получают, что менеджеры у нас в системе Академии наук. Значит, этим менеджерам будут платить те самые миллионы, которые они не привыкли получать, ну а деньги, поскольку взять больше неоткуда, они будут взяты из бюджета нынешней ликвидированной Российской Академией наук. Так что вот здесь еще такие новости. Ну и, пожалуй, вот еще из тех, кто поддержал научное сообщество, это буквально вот в 10 утра появилось интернет с Жарисом Ивановичем Алферовым, он тоже решительно возражает, ну и поскольку он депутат Государственной Думы, то он от своего имени послал депутатам Госдумы требование как минимум отложить вопрос принятия этого законопроекта. Никто в Академии наук и не спорит, реформы Академии нужны, но однюдь не ликвидация. И реформы обозначены в программе избранного президента Академии наук, которого, замечу, до сих пор никто не утвердил, он по-прежнему подписывает документы в качестве исполняющего обязанности. И, кстати, несмотря на это, реформу он уже начал, на последнем заседании президиума, ну не на последнем, вот это все уже экстренное, а на последнем плановом заседании, он, в частности, утвердил постановление о ограничении занятия административных должностей, то есть вот то, о чем нас, так сказать, часто обвиняют, говорят, вот у нас тут засиделись. Фортов уже это решение принял. И обозначил, что те нормативы, которые существовали раньше, это 70 лет и два срока подряд, это тоже цель, но другое дело, что президиум сам своей волей не вправе отменить конституционные нормы. Поэтому, так сказать, обозначив эту цель, он сказал, что мы будем идти соответствующим образом законы какие-то принимать. И вот теперь есть еще один вопрос. Почему же не дают избранному руководству в академии проводить те самые реформы, которые они могли бы провести, причем осознанно, с пониманием предмета? Здесь же люди будут проводить реформы, я боюсь, без понимания предмета. Вот мне бы хотелось все-таки, чтобы Александр Михайлович сказал, что он думает президиум сейчас. Вот сейчас позвонил Александр Григорьевич, сказал, что президиум принял, ну такое, очень спокойное, взвешенное постановление, значит, обратиться в органы государственной власти, президенту, с тем, что действительно такое принятие закона без обсуждения неприемлемо и так далее. Вопрос об организации общего собрания Академии наук не шел. Но, по-видимому, Фордов в среду будет встречаться с президентом и, может быть, вот не хотят создавать какой-то негативный фон для этого. Хотя, в общем-то, мне кажется, что активность правительства сейчас настолько высока, что принятие каких-то вот таких вот более серьезных мер, в частности, созыв общего собрания и выражения коллективного протеста всей Академии наук, на мой взгляд, это необходимо. Ну вот, значит, мы, наверное, сейчас заслушаем какие-то мнения, собрались здесь коллег, но вот, смотрите, все-таки, поскольку я тут отошел на телефонный разговор, если представить, что, так сказать, с нами будет, уже, в общем, достаточно большой вероятность, я бы сказал. Значит, вот эта вот часть академиков-членкоров, которая будет отделена, войдут в новую Российскую Академию наук, в которую сольются три академии. Академия сельскохозяйственных наук, Академия медицинских наук и Российская Академия наук. Значит, если посмотреть на это образование, ну, просто даже по цифрам представить, то оно просто на входе выглядит очень уродливо. Значит, я ничего не хочу, так сказать, плохого говорить насчет аграрной науки, насчет аграриев, но в Академии, где численность академиков-аграриев будет в два раза больше численности академиков-физиков, первое, в Академии, где численность аграриев и медиков будет приблизительно равна численности всех отделений Академии наук естественно-научных, физиков, химиков, биологов, наук о земле, информатиков и так далее. Это действительно тоже странно. То есть в Академию вливается, у нас 1250 человек, сейчас вливается где-то, по-моему, 780. Ну вот, таким образом мы получаем вот это вот уродливое вот такое вот создание. Значит, для чего это делается? Мне кажется, что это, вообще говоря, не только некое, так сказать, прикрытие вот этой реформы, не только некая шапка. Ну и вообще говоря, желание разбавить Академию вот такими, значит, членами, которые придут со стороны, для того, чтобы Академия утратила свой боевой дух, если этот боевой дух, так сказать, пригодился бы дальше для нее. Потому что, ну, вы знаете, вот даже при появлении новых отделений, таких как отделения фундаментальной медицины, скажем, видно, что, в общем, конечно, прежде чем новые члены Академии как-то, так сказать, вот воспримут вот этот вот дух настоящей Российской Академии нового, должно пройти очень много времени. И я боюсь, что это будет, так сказать, поставлена точка и в целом на этой самой голове. То есть голова явно уродливой, глупой будет. Но вот те люди, которые умеют читать, так сказать, прикинув, это, в общем-то, выражают сомнения, надо ли в такой Академию выступать. По крайней мере, мы знаем заявление Рубакова, Захарова о том, что они в эту Академию не вступят. Это сильный момент протеста и, в общем-то, я думаю, что многие физики его поддерживают. Вот, значит, что касается всего остального, вот этого тела институтского, значит, понятно, я говорю, что оно будет расчленено на три части. Вот та часть, которая оставлена, она в основном будет существовать в виде множества лабораторий. Вот эта вот идея проекта, там тысяча лабораторий, финансирование не через институт, а через лабораторий будет реализовано. Ливанов еще раз на прошлой неделе сказал, что основной финансирование пойдет вот в эти, так сказать, составные части институтов за счет резкого уменьшения той доли финансирования, которой просто будет даваться институтам. Ну, может быть, для каких-то направлений науки это может иметь смысл, и правильно то, что касается такой серьезной, тяжеловесной, так сказать, науки, скажем, физик высокой энергии, физика, я думаю, вообще, это, конечно, будет убийственно, потому что, ну, представьте себе, что мы строили всегда наш институт как институт такого широкого профиля, который может решать и такую, и такую, и такую задачу, поскольку здесь как раз вот важным является не то, что здесь много сильных лабораторий, а есть такое общее объединительное начало, которое позволяет фактически браться за любую задачу. Ясно, что расчленение лабораторий, финансирование их, это, ну, вот тут, в конце концов, векарство организма превратится в такие, много, так сказать, ну, много какую-то, мелко структурную систему, которая будет, ну, как раз, производить какие-то такие мелкие продукты своей жизнедеятельности. Ну, вопрос, вообще, говорят, для чего это надо? Еще, вот, в начале 90-х годов, когда где-то обсуждались реформы отношения к науке, популярный был такой вопрос, родили дураки, вы, наверное, помните, да? Вот, и, в общем, так сказать, так, большинство все-таки вспомнилось тому, что дураки. Но, в общем, ситуация, как сейчас, конечно, она уже перешла, если к этому подходить с такой точки зрения все, так сказать, рамки. И, вообще, ну, хотелось бы все-таки поискать какие-то, собственно, причины, что такое произошло. Вообще, этот законопроект был подготовлен сравнительно давно, еще в начале этого года, где-то в феврале. Ну, вот у нас эта информация Александр Григорьевич Редвака, который, а у него информация от Ковальчука, что подготовлен документ на вот превращение Академии наук в клуб. На последнем общем собрании Академии наук академик месяц подтвердил эту информацию, он сказал, что где-то в марте, значит, таком образом, вечером сидели у Осипову, позвонил Путин Осипову и сказал, что Юрий Сергеевич, вот у меня здесь лежит законопроект документы о реорганизации Академии наук, я вам их пришлю, вы, пожалуй, с ними знакомьтесь, ну, так, пообсуждайте двумя-тремя ближайшими своим узким кругом, а, так сказать, не выносите широко. То есть, Осипову о этом законопроекте было известно заветомо. Вот, значит, ну, почему это случилось сейчас, а не случилось, скажем, там, в марте? В апреле вроде это удобнее было, как раз перед выборами нового президиума вроде тут какое-то противоречие есть. Ну, наверное, тут можно гадать, почему это произошло. Может быть, по каким-то причинам правительство и Путин были, так сказать, не готовы вот таким вот образом, так сказать, в ситуацию так вот заполамучить. Может быть, ну, вы помните, что весна, конечно, было время не очень хорошее для Министерства образования и науки. Над ним смеялось все общество там и прочее. Может быть, так сказать, вот решили подождать, пока улягутся немножко страсти вокруг Ливанова, его будут воспринимать не так скептически. Второй момент – это момент, в общем-то, конечно, экономический. Мы все понимаем, для чего это делается. Но вот сейчас вы, наверное, знаете и чувствуете, что, в общем, правительство очень озабочено, все очень озабочено с экономической ситуацией в стране, а страна вступает в лицессию. И по данным, вот, мая-июня месяца существуют огромные недоборы налогов и гигантское невыполнение плана приватизации. Приватизация, по-моему, в этом году где-то даже 600 миллиардов рублей. И практически ничего не сделано. И максимум, что вот эксперты прикидывают, может быть, сделано, но это на уровне, там, скажем, на уровне где-то 300-600 миллиардов. И, конечно, отбор дорогой собственности и земли в Академию наук сейчас очень-очень ко двору правительства Медведева. Не случайно вот и, так сказать, такая спешка, что давайте, как можно, скорее тут в течение, там, трех месяцев мы должны быть ликвидированы. Вопрос о разделении на три категории там должен быть решен, то есть видно, что здесь очень какой-то такой сильный экономический рычаг включился. Ну, вот, есть мнение, которое обсуждается, что, может быть, таким ветелем стало избрание Фортова на общем собрании в качестве президента. Даже кто-то, Романовский, мне сказал, что Жищенко, Академик Жищенко выступил и сказал, вот вы физики добились Фортова, вот теперь, так сказать, вы во всем виноваты. Вот, но мне кажется, что это не так, мне кажется, что это не так, потому что вроде бы логично это было бы делать заранее, не показывать вот такую уж совсем, что-нибудь, так сказать, низкое отношение к Академии наук. Вот, но с другой стороны, черт его знали, личные отношения тоже могли, по виду, сыграть какую-то роль вот в этом вот решении. Ну, а может быть, как обычно все вот, так сказать, сложилось и вывелось вот в такое вот решение. Ну вот, наверное, мы должны сейчас как предоставить слово желающим выступить. Ну и в целом, если будет предложение, чем наше сегодняшнее мероприятие должно закончиться, должны мы принять какое-то там обращение в адрес кого, там в Думу, там в президенту. Ну вот, я могу сказать, что, могу сказать, что вчера, вернее, сегодня утром ушло письмо в адрес представителей Государственной Думы Нарышкина и в адрес специального комитета Государственной Думы по науке и науководной технологии Черешева. Значит, это письмо за подписью представителя Нижегородского научного центра Александра Горьевича Литвака. И вот, я думаю, что мы сейчас будем обсуждать, но оно короткое. Я сейчас его зачитаю, потому что, может, мы как раз как раз и тут как-то вокруг вот таких вот коротких формулировок можем выступить. Значит, текст такой короткий. «Президиум Межгородского научного центра РАН выражает свой протест в связи с подготовленным правительством Российской Федерации и направленным на рассмотрение Государственной Думы законопроектом о Российской Академии наук, реорганизации Государственных Академий наук и внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации. Этот закон фактически направлен на уничтожение фундаментальной науки и приведет к полной деградации всей научно-технической и образовательной сферы в стране. Особое возмущение вызывает то обстоятельство, что законопроект подготовлен и вынесен на утверждение в тайне от работников Государственных Академий и научной общественности страны вопреки элементарным демократическим нормам цивилизованного государства и декларируемым самими же разработчиками принципом открытого правительства. Президент Международского Научного Центра РАН поддерживает открытое письмо руководству страны, опубликованное 28 июля руководителем Сибирского и Тельно-Восточного отделения РАН и требует, чтобы данный законопроект не вносился на рассмотрение Государственной Думы до его всестороннего общественного обсуждения во всех заинтересованных субъектах науки, образования и инноваций в России. Еще такое короткое письмо направлено. Александр Григорьевич действительно был неслучайно заявлен в сегодняшнее собрание и он у нас участвует. Не дозвонившись до тебя, он дозвонился до меня и еще одно предложение сформулировал для собрания. На самом деле это предложение академика Нигматулина. Он предложил на Президиуме объявить сбор подписей такой уже широким кругом с требованием отозвать законопроект. И текст Александр Григорьевич пришлет буквально в течение часа, но смысл понятен. Вот то, что Александр Михайлович сейчас произнес. И замах у Нигматулина очень серьезный. Он предлагает собрать 100 тысяч подписей, обращая внимание сотрудников Академии наук меньше. Поэтому тут мы должны призвать к себе в поддержку наших коллег и партнеров. Я думаю, что здесь это тоже вполне возможно. Я хотел вам показать еще один слайдик. Буквально вот три дня у нас проходил международный симпозиум такой не очень большого круга. Воркшоп там было, так сказать, около 70 участников из более чем 20 научных центров всевозможных. Обсуждают научные проблемы. Но в решение внесли пункт поддержать титуирование академического сообщества и воздержаться от рассмотрения в Госдуме этого закона. Ко мне уже пришло за эти три дня куча. Там в англоязычном сегменте интернета тоже появилась информация из Франции, Португалии, из Америки. Они спрашивают, что у вас там такое. Я говорю, ну вот такое вот у нас. Так может быть, вас как-то надо там поддержать, куда-то кому-то что-то направить. Потому что я думаю, что вот это предложение академика Нигматулина, которое нам сейчас Александр Григорьевич передал, его надо попробовать реализовать. Форма будет, мы попросим профактив, так сказать, организовать это собирание подписей. Ну и, соответственно, всех вас я прошу и самих тоже поддержать это, и тех, кому вы донесете информацию, тоже попросить не отказать подписать. Кстати, аналогичное послание сейчас с генерированной молодежью. Так же, как и вот в общем письме открытом, это сибиряки были, Совет научной молодежи сибирского отделения написал письмо Путину. А сейчас на сайте Совета молодых ученых всей академии тоже появилось обращение, ну, с аналогичными требованиями. То есть молодежь готова выступать. И уж если теперь разделить немножко мух и котлет, понятно, что академики, члены академии, так сказать, и научные сообщества – это один жанр, профсоюз немножко другой, профсоюз может быть немножко поотвязнее. Кстати, среди вот этих отказавшихся вступать в новую академию есть не только академики, которым вроде как там морковка не повешена, практически не в политике, а и член-кор из Урала, по-моему, фамилию у него Заколов, он тоже, так сказать, обратился, и сейчас это есть, что он не собирается туда вступать. Так что это тоже, мне кажется, достойная внимания особенность. Вот что делает профсоюз. На Дальнем Востоке провели огромное собрание с кучей, так сказать, СМИ и так далее, а сибиряки, понимая, что провести митинги невозможно, как бы там же заявительная система за неделю надо, иначе тебя, так сказать, в кутузку упекут, но можно организовывать одиночные пикеты, либо пикетирующие стояли не ближе чем в 50 метрах друг от друга. Вот сегодня в Новосибирске, в Академгородке этот одиночный пикет с дистанцией 50 метров уже организован, и он есть. Так что информация на сайте ННЦ сибирского отделения тоже имеется. Пожалуйста, следите, смотрите, что будет. Ну и, соответственно, уже Центральный Совет профсоюза сегодня на своей оперативке, тут, к сожалению, собрать какого-то рабочего органа было нельзя, но оперативка приняла решение провести также митинг завтра в 16 часов перед зданием Академии наук. Строго говоря, мы никому не помешаем, движений там нет, трафика нет, но если вдруг будет запрет, то, конечно, там профсоюз будет думать, чего с этим делать дальше. Ну и со своей стороны, как я уже сказал, Нижегородская организация прямо 27-го, но это просто было случайное истечение обстоятельств, у нас было плановое заседание областного властной организации профсоюза, и вот тут нам свеженькую новость привыкли. Мы тоже приняли это решение и, в том числе, решение обратиться к президенту и воспользоваться не просто, так сказать, телеграммой. Многие пишут, многие направляют, но не доходят до властей. А через полпреда, мы уже как-то раз ходили, правда, в прошлом полпреду, к работе, тот человек был внимательный, выслушал и наше, так сказать, предложение донес. Попробуем навестить Бабича. Вот такое вот предложение. Ну, а сейчас мне бы хотелось все-таки, чтобы зал высказался. Мы тут с Александром Михайловичем, извините, задержали ваше внимание, слишком мы тут переполнены этой информацией. Прошу, пожалуйста, прошу, пожалуйста, микрофончик. Сразу скажу, что у меня есть некоторый опыт. В течение семи лет мы общались на уплату верховной власти. Это касалось законопроектов и законодательства о городских землях. Поэтому, что касается ответов на подобные выплаты, в общем-то, есть уже такие наработки. Конкретно, Вячеслав, если касается завтрашнего выхода публичного депутата на улицу, значит, мы приглашаем депутата Государственной Думы. В нашем случае это был Рянов, коммунист, который никогда не отказывал. И когда вязали и так далее с милицией и маски шел, он приезжал, вставал и встреча с депутатом Государственной Думы до сих пор не запрещена. То есть, если отказывать не может алкоров, то к коммунистам обращайтесь, я думаю. Опять же, касательно депутатов. Вот это обращение я предлагаю направить не только председателю Думы и так далее, но также у кого-то фракции лично, профессионально и каждому. Если вы помните, протест в отношении Ливанова был поддержан от Госдумы именно в таком составе. Председатели фракции и плюс ножки. Теперь, что касается отвязанности профсоюзов и так далее, предлагается, так сказать, достаточно резкий симметричный ответ. Достаточно отвязный. В частности, если они считают, что возможно слияние Академии наук общей, медицинских наук и сельхознаук, предложить то же самое привести к правительству. А именно слить Министерство науки и образования, сельхознаук, сельхознаук, да. Совершенно. Абсолютно тихо и по делам бомбу предложить, так сказать, второй закон Ньютона напомнит, так сказать, программу средней школы. Значит, травму по речи и противоположную травму. И последнее, так сказать, окончательный хулиганский выпад. Значит, если все-таки они будут настаивать и двигаться в сторону, значит, объявления Академии наук общественной организации, нужно наполнить их иожетворение, это ФСЗО, значит, иностранных агентов, так как Академия уже предполагает какие-то политические действия. Эти действия закрепить пунктом устава, а по ныне действующему законодательству общественная организация, ведущая политическую деятельность, имеющая иностранную софинансирование, Академия имеет постоянную иностранную, обязана быть зарегистрирована в качестве иностранного агента. Пусть Россия будет первым, единственным в мире государством, где Национальная Академия наук будет зарегистрирована в качестве иностранного агента. Это последнее предложение. Спасибо, Ольга, за интересные предложения. Я считаю, что вот аплодисменты, они свидетельствуют о том, что собрание их поддерживает. Единственное, я должен сказать, что отчасти мы уже воспользовались вашим советом, и у нас есть хорошие контакты с двумя, по крайней мере, фракциями. Мы уже с ними взаимодействовали. И я уже получил ответ от Академика Кашина. Он же и депутат, естественно, Государственной Думы. Мы с ним уже за эти три дня обменялись целой кучей писем, и он готов нас поддержать вот в этом мероприятии, именно в том формате, как вы сказали. Мы встретимся с Борисом Сергеевичем Кашиным там, где мы захотим пообщаться. Это возможно. Ну и остальные предложения. Ну что ж, почему бы и нет? Пусть Ливанов возглавит. У них это там все просто. Продолжаем обсуждение, уважаемые коллеги. Андрей Викторович, вы немало сформулировали предложения, которые мы тут вот написали. Может быть, вы как-то прокомментируете их? С Андреем Викторовичем мы тоже тут все три дня общались по телефону. Ну, вы знаете, мне очень трудно говорить, потому что, ну, перегружать повторением той информации, которая уже была вроде не стоит, существенно нового я сказать ничего не могу. Ну, единственное, может быть, мне хочется, ну, может быть, так взглянуть. Нет, нет, сначала про наши действия. Я думаю, что платить разные предложения не стоит. Я думаю, что лучше забрать из того, что было, и увеличить количество подписей под этим. Это будет более понятно наверху. Если раз, два, три, четыре предложения и, ну, те же вот сами сто тысяч подписей, это будет более эффективно и создаст некую башу для дальнейшей жизни. Теперь, если говорить о оценке ситуации, ну, я повторюсь, может быть. Ну, может быть, я и другими словами скажу только. Мне кажется, что главный пунктик, на котором поехало наше руководство, это понятие эффективного менеджера. что любое, бери, дай эффективного менеджера и дело расцветет. Что же такое эффективный менеджер? Вы знаете, я много раз это подчеркивал, это известно, что наука – это, вообще говоря, соединение двух, а может быть, и даже трех компонентов. Первое – это творчество, поэтому она наукоподобна писательству, художникам, артистам, может быть, даже. Второй пункт – это труд, причем труд коллективный. Это раньше сидел ученый и в свободное от развлечения время занимался, вот, в порядке развлечений занимался, и в сергучах веревочек занимался наукой. Это время прошло, теперь наука связана с огромными коллективами технических работников. То есть это в каком-то смысле производство, значит, творчество, труд, коллективный труд на производстве, и теперь ей довольно интенсивно навязывают, а может быть, это и на самом деле разумно, реализация. Три таких компонента в науке современной, безусловно, есть. Были менеджеры эффективные в науке? Были. Ну, Берия, да? Берия. Ну, Берия, все-таки он занимался наукой в порядке, по-моему, любительства. А профессия у него была другая. И не дай Бог, если эффективный менеджер такой, это будет следователь этой профессии. А Курчатов, вот вам, пожалуйста, пример. Симпатичнее. А? Симпатичнее. Ну, кто еще? Крою. Вот это заведомо эффективные менеджеры. И каким они свойством отличаются? Что у всех у них основой является наука. То есть из этой триады компонентов, которые включает наука, искусство, производство и коллектив, это все-таки наука, это важнейший. Теперь, третий момент. Все эти люди выдвинулись в руководителя на конкретные проблемы. То есть они были широко образованные люди, но они не... Ну, Александров, правда, возглавил академию, но уже когда он фактически прекратил прямое руководство военными делами. А остальные академию не выглавляют. То есть неясно, нужно ли академии наук вообще эффективный менеджер. И возможно ли это? Ну, жизнь должна его вывести на каких-то конкретных проблемах, а не решение, ну, почти единоличное решение руководства страной. Которые неизвестны, как, насколько эффективны менеджеры и эффективны. Вот это мое отношение, мое отношение к этой проблеме. А действия какие? Вот высказывались. Я, конечно, поддерживаю все эти действия. Конечно, было бы здорово, если бы дружно все предполагаемые члены будущей академии дружно бы отказались. Но это маловероятно. Я бы разделял тут два момента. Я думаю, что если... Ведь сначала прозвучало, что члены теперешних академий, ликвидируемых, имеют право подать заявление в то годы. Так заявление, ну, я думаю, не так много найдется желающих подавать заявление. Ну, вот мне кажется, что... Ну, я в жизни подам следование новой академии. А вот если это будет в порядке реанимизации, вот объявят просто так, вот ты член. Ну, академик академии Нового СССР стал академик этой академии. Вот это же так и запрошло. Олег, по заявлениям. По заявлениям, да? Ну, вот я могу сказать, что я заявление не допишу. Вот. И я с трудом... Вот посмотрим на нашим академикам, кто готов писать заявления, я не знаю. Вот. Так что... Вот такого рода хортисты могут быть. Вот. Очень любопытный вот... Новый... Новый блокчат. Предложение о том, что если мы сливаем науку трех направлений, это общее направление, медицина и сельское хозяйство, так почему же руководство-то отдельно? Тогда и руководство-то слева. Поддерживаю. Это очень... Ну, это не надо выдавать как предложение. А то, не дай бог... Еще. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это предложение, которое высказал Андрей Викторович, и которое здесь прозвучало о том, что хорошо бы собрать 100 тысяч подписей и что это не так просто. Я бы хотел напомнить о российской диаспоре, которая мощным фронтом может поддержать это предложение. И хотел бы еще напомнить, что российская диаспора, она тесно связана с ведущими зарубежными научными центрами. И российская диаспора довольно влиятельна в этом отношении. Поэтому здесь может быть поддержка не только наших сограждан, живущих за рубежом, но и авторитетных научных центров тоже. А может быть, тогда нас объявят это сторонными агентами? Ну, это хорошо. Спасибо, я думаю, что это хорошее предложение. Так, нет, я вот гряжу, что продолжает тянуть руки Институт прикладной физики. Но, как мы уже договорились, сегодня у нас собрание всего Нижегородского научного центра. У нас есть представители, тут целый ряд, Институт физики и микроструктур и других наших институтов. Александр, прошу вас. Я, собственно, хочу задать вопрос вот в Долину. Ведь вот как Александр Михайлович и Слава сказали, что в процедуре принятия этого закона есть нарушение. Там 60 дней или чего-то. Может быть, еще среди всех обращений, которые мы подпишем, направить еще в Верховный суд, что вот нарушение. Поэтому, конечно, наверное, это так же бессмысленно, как все остальное, но тем не менее. На тем не менее. Это первое. Второе, что я хотел сказать, сейчас подготовлен проект решения отделения физических наук, оно разослано. Оно фактически, ну, которое будет в 3 часа в Москве, оно так краткое, фактически оно, так сказать, у него в сущности одна идея. Проблемы есть, реорганизация какой-то в Академии Новых надо, надо отложить. И мне кажется, что мы вот это, отложить этот закон, принять его, вот совершенно нормальное это. Но вот еще в суд. Спасибо. Можно так принять, но только не просто отложить, а на минуту, что по существу, это внешнее управление Академии Новых. Что? Вряд ли? Это надо очень серьезно. Внешне управление. Спасибо. Ну, видимо, не нужды отвечать мне на вопрос Александра Александровича, поскольку он сам ответил. Вот. Но, по всей видимости, иметь еще и это предложение в перечне того, чего можно реализовать, наверное, можно. Но у меня тогда уже встречный вопрос к Александру Александровичу. Так, Александр Александрович, вы поддерживаете вот эти сформулированные предложения? Да. Да. А вот поскольку вы как раз тот самый счастливый обладатель титула члена-корреспондента Российской Академии Наук, будете ли вы писать заявление, чтобы стать действительным членом новой Академии? Извините, но вот снова вопрос. Я подумаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые коллеги, действительно здесь есть о чем подумать, но есть еще желающие рассказы. Запрошу вас. У нас и химики здесь тоже сегодня. Есть. Я, прежде всего, от своего имени Глеб Арсеньевич вот часто спорил с Александром Михайловичем о том, что делается в нашей стране, что делается в нашей науке. Это задумки дураков и врагов. Вот сегодня я вижу, Александр Михайлович склоняется на сторону Глеба Арсеньевича. А по поводу нашего сегодняшнего заседания, я целиком поддерживаю, что здесь было сказано, особенно оригинальные предложения по поводу слияния и ваше тоже. А что касается членства, мне кажется, нам надо придумать механизм. Обязательно, вот по мере того, как будет развиваться событие созыва общего собрания Академии наук, и там, на этом общем собрании члены Академии должны выставить свое отношение к вступлению в эту новую Академию наук или нет. Я думаю, вам будет, это, конечно, решение каждого персонально, но я думаю, этот вопрос обязательно надо поставить на общем собрании в неочередном. Если ситуация будет развиваться не так, как мы вот в наших розовых мечтах предполагали. Спасибо. Большое спасибо. Ну, есть ли еще желающие высказаться? Прошу, нет, у нас все-таки есть наш новый институт. Я все никак вот это самое, и Маши не переведу, но… Проблем машинстроения… Так что вот представься, пожалуйста, делал то, что… Обязан с Владимиром Николаевичу исполняющей обязанности в институте Проблем машинстроения, но созданного и нашедшего в состав Кижиганского… Говорей о картинке, к сожалению, даже не мои картинки, его пока нет. Нет, был тут. Был уже, да? Я считаю, что главные слова здесь все уже сказаны. Замечательные слова. Мы можем так и поддержать все, что здесь говорилось. Мне хотелось бы некоторые ремарки сделать. Во-первых, слово «реформа», мне кажется, совершенно неуместное в данном случае, поскольку это речь идет действительно, как выяснилось, о ликвидации академии, и в создании некоторых, так сказать, непонятных монстров над явственными. Но существует эта попытка, рейдерская попытка, циничная захвата имущества Академии Нового, Ярослава Академии Нового. Мне кажется, что полемика не должна сводиться в полемике правительства с руководством Центра, с руководством Президиума. Крупных зверей, как говорил СССР, ведет крупным оружием. Поэтому надо действительно организовать мощное общественное движение. Вот эти 100 тысяч подписей собрать, широко привлечь СМИ на свою сторону, чтобы СМИ, соответственно, донесло население о том, что же происходит, чем руководствуется правительство явно не государственными интересами, не интересами народа, а своими русскокорастными интересами. Дорогие друзья, мы уже практически час работаем, в такую жару это утомительно. Я предлагаю, так сказать, продолжение, обсуждение. Есть ли возражения, потому что общая тональность сегодняшних выступлений, она более-менее понятна, и можно было бы уже и проголосовать, мне кажется, но давайте дадим слово, если есть возражающие. Кто-то возражает против постановки? Есть новое предложение. Это интересно. Ну что ж, давайте попробуем новое. И там была поднята рука, это, по-моему, институт социологии, да? Тоже, пожалуйста, прошу подойти. Значит, ну, сейчас не столько надо обсуждать реформу, у меня будет однократное измещение, одно новое предложение, одно хулиганское такое. Ну, поддержать тон надо. Не столько надо обсуждать сам законопроект, который нам не дали возможности обсуждать, а сколько на том, что вот его неправильно подают, и что надо оперативно и срочно на это реагировать. Если даже поговорим о 100 тысячах подписей, мы должны поставить срок. Если мы их соберем после 5 июля, когда закон будет принят в чтениях, это будет уже немножко другой эффект. Теперь второе предложение. Вот оно, как раз, естественно, промыкает к первому замечанию. Оно заключается в следующем, что, вообще говоря, надо немножко посмотреть, где и сами мы виноваты, я имею в виду, о Российской Академии Наук. Вот здесь немножко только прозвучало о том, что, ну, пассивно вела сюда Российская Академия Наук, включая ее президента ОСПО, который, оказывается, в марте знал, но сохранил тенды так хорошо, что мы действительно об этом узнали только на днях. А давайте чуть-чуть и раньше вспомним, ведь, вообще говоря, поведение Ливанова было вызывающе, мы просто, ну, даже не будем там в термины уходить, там, давайте все-таки соблюдать некоторые приличия. Вот когда мы собирали такое же собрание, был достаточно такой же полный зал в конце прошлого года по поводу программ фундаментальных исследований, но там же был просто откровенный подлог. Я бы чуть-чуть напомню, чтобы, может, не все помнят, летом была утверждена эта программа, согласована с Российской Академией Наук, сменился министр, Ливанов написал новую программу, а я подчеркну, это программа была на девяти страничках, и было написано, главной целью программы фундаментальных исследований Российской Академии Наук является некое улучшение количественных показателей, качественных показателей, наоборот, количественных показателей, то есть индексов Хирша. Вот главное, вот не надо там планировать никакие там коллайдеры, там прочие там гератроны, повышать их мощности, вот надо повысить индексы тегомости, и все. И вообще, учитывая, что он поставился, мы тогда проводили собрание, мы все-таки не нанесли такой вот решительный удар, а его можно было. Некоторые институты выступили с отставкой, и надо заметить, что и президентом достаточно пассивно повел я имею в виду Российской Академии Наук, потому что прямой вопрос профсоюза, когда пришли академик Никипиевов, и месяц общались с нами, а надо ли его в отставку отправлять, они как-то так сказали, ну не надо, надо вот решить этот вопрос. Ну вот решили этот вопрос, и, соответственно, получили следующий еще более коварный удар. Поэтому я предлагаю резолюцию собрания записать, и это сегодня обсуждалось на нашем президиуме профсоюза, но как-то так не очень кисло, не очень было поддержано, но и все-таки я предлагаю этим собранием, что я не думаю, надо слово потребовать, а предложить нашему руководству, в первую очередь Владимиру Евгеньевичу Фортову, более оперативно и решительно действовать, поскольку вот та пауза, которую они взяли, она пока была в пользу другой стороны. Ну а фурганское предложение, ну я думаю, что как-то где-то надо в душе созреть, не обязательно сейчас принимать решение, но я вот готов. Вот те члены-корреспонденты Российской Академии Наук, которые не примут, это просто хороший термин подобрал наш председатель профсоюза, это просто очень хорошие предложения принять, и, соответственно, кто не напишет заявление, но вот я предлагаю скинуться и собрать и воплотить им до конца дней жизни больше, чем то, что предлагает министерство. Более того, тут есть тоже один калаш, в предварительной информации было названо цифру 100 тысяч, когда вот в субботу я первый раз этот законопроект читал, я думал, может, у меня текст не тот, зарез на сайт Боддума. Нет, 50 тысяч, ребят, почему-то там написано, и на счет сделки 50 тысяч. Спасибо за внимание. Спасибо, Игорь Михайлович. Ну, вот здесь вот я под вопросом поставил еще одну идею, которая тоже звучала, и наши коллеги из регионов ее выносят. Это таки произнести эту фразу «Ливанова в отставку», то есть явно не профессионализм, и Ливанова можно потребовать в отставку. Это тоже, как и есть предложение. Но давайте послушаем наших социологов. У нас в Нижегородском научном центре есть филиар института социологии. Павел Иванович. Прошу прощения. Вы знаете, вот вначале не удержусь от такой общей оценки. Давайте вспомню классика. Бывали хуже времена, но не было подлей. У меня такое ощущение, что вот этот градус подлости, он нарастает в общем-то такой серьезной прогрессии. Я, разумеется, поддерживаю все предложения, которые здесь прозвучали. Но я хочу обратить внимание вот на то, что говорил Яков сейчас, в последнем выступлении. Здесь вопросов есть и довольно много. И ситуация далеко не так однозначна, как может вот сложиться впечатление по результатам нашего сегодняшнего разговора. Я согласен только с тем, что действительно необходимо прежде всего остановить. Остановить вот этот очередной наезд. Мы этих наездов видели и слышали очень много. Последние 20 лет. Я помню еще Бориса Салтыкова, который был министром образования и науки. Он, в принципе, те же самые идеи высказывал примерно 20 лет назад. Ну а сюда я вышел только по одной причине. Я не совсем согласен с предложениями, которые здесь были, так сказать, озвучены, представлены. Я бы хотел просто уточнить. На мой взгляд, эти предложения недостаточно учитывают сложившуюся политическую ситуацию в стране. Разумеется, надо обращаться и к президенту, надо обращаться и к Госдуме. Но нельзя игнорировать один простой факт, достаточно очевидный уже на сегодняшний день. И роль партии, роль Госдумы, она, ну, будем мягко говорить, довольно низка. И, видимо, не случайно наш президент фактически сейчас дистанцируется и довольно активно и от Единой России. Зачастую и от Думы. И я думаю, ну, академики это их дело, а вот профсоюзу следует все-таки обратиться и попытаться, так сказать, обрести опору в новом движении. И не надо создавать свое движение, как здесь вот предлагали, оно уже существует. Я не знаю, какова его судьба будет в ближайшей или там среднесрочной, отдаленной перспективе, но оно явно выступает антагонистом вот того, что происходит сейчас реально в правительстве России. Это движение называется Общероссийский народный фронт. Его курирует и с ним постоянно и плотно работает президент. И, более того, этот самый народный фронт сейчас позиционирует себя как площадка обсуждения всех наиболее важных, актуальных, жгучих вопросов современной России. И, обращаясь к этой организации, вернее, к движению, нужно напомнить и то, что это движение позиционирует себя как исполнители роли президента Путина, которая, в общем-то, была довольно четко сформулирована в его предвыборных статьях. Я здесь бы хотел назвать просто три статьи, на которые, в принципе, и можно, и нужно сослаться. Там речь идет именно о том, о чем мы с вами сегодня говорим. Россияне должны иметь возможность высказываться, обсуждать, принимать участие в решении наиболее важных вопросов. Это первая его статья «Россия сосредотачивается». Это статья об экономических задачах России и о демократии. С этим же можно и нужно работать. Вот, пожалуй, на этом я. Спасибо. Спасибо, Павел Иванович. Я предлагаю не вступать в политическую дискуссию, хотя предложение об определении политической какой-то позиции у меня здесь всегда есть. И, кстати, профсоюз не раз его рассматривал. Ну, в те времена мы решили быть в стороне от политики. Может быть, коллеги-рагменты профсоюза пересмотрят свою позицию. Но, я повторюсь, это не тема сегодняшнего разговора, хотя предложение к обращению их гражданам России, по сути дела, 100 тысяч подписей, даже с диаспорой, даже с поддержкой мирового сообщества мы не соберем. Наверное, оно тоже уместно. Итак, коллеги, в принципе, даже вот эти возражения и дополнения, они не противоречат, так сказать, существу высказанного. Поэтому я предлагаю завершить дискуссию. Кто за то, чтобы прекратить дискуссию? Ну, маленькая ремарка, пожалуйста. Значит, вот в продолжение этого предложения. Профсоюзу работников науки обратиться к профсоюзу медиков. То есть, по профсоюзной линии консолидироваться в том числе и в выступлениях, которые проводятся, так сказать, на улице. И к народному фронту. Я вижу противоречие здесь вот в чем. С одной стороны, нужно срочно останавливаться, с другой стороны, через наливный фронт это не получится, потому что вы не входит. Спасибо за замечание. Итак, коллеги, кто за то, чтобы прекратить дискуссию? Прошу голосовать. Кто? Так, большинство. Кто все-таки настаивает на продолжение? Ну, меньшинство. Коллеги, извините, но давайте все-таки. У меня к вам предложение-то есть, оно будет простое. Мы сейчас с вами еще проголосуем за основу резолюции и создадим редакционную комиссию. Я думаю, что если какие-то будут разумные предложения и дополнения, а я допускаю, что они будут, попрошу зал разрешить нам что-то скорректировать, потому что сейчас этот мозговой штурм идет везде. И в Новосибирске, и в Москве, и вот физики, и математики собирают свое отделение. Так что у меня предложение первое. Все-таки кто за то, чтобы поддержать решение сегодняшнего собрания, сводящееся в основном к этим вопросам? Отставку Ливанова мы как-то, так сказать, не сильно обсуждали. Ну, почему бы и нет? Кто за это предложение? Прошу голосовать. Спасибо. На камеру, пожалуйста, весь зал. Кто против, воздержался, есть, да? Воздержался или против? Минуточку, коллеги. Мне кажется, здесь отсутствует пункт про молодежь, потому что если данные пункты идут от руководства, и руководство можно обвинить в заинтересованности, сдержать существующий режим, и, соответственно, здесь нужно каким-то образом обозначить позицию молодежи. Это бы усилило позиции данных предложений. Большое спасибо. Это предложение, конечно, принимается. И более того, я как раз и предложу ввести в состав революционной комиссии представителей нашей молодежи, чтобы можно было это обозначить. Нет возражений. Не так легко спонсулировать. Не так легко. Но молодежь, она, кстати, сама уже сформулировала. Повторюсь, и Совет научной молодежи Сибири, и Центральный Совет молодых ученых, они сформулировали. Там формула довольно простая, что вот эта реформа приведет к тому, что будут массовые сокращения, и будет опять отток молодых ученых. Это формулировки иные так. Поддержать, дать возможность, потребовать. А про молодежь? Ну, про молодежь, ну, давай. Давай. Хорошо, коллеги. Итак, коллеги, за основу мы с вами проголосовали наше принятие решений. Теперь предлагается создать революционную комиссию, которая доведет этот документ до, так сказать, уже окончательного вида, чтобы не было претензий, обоснованных претензий к этому черновому. Ну, с вашего позволения, мы с Александром Михайловичем, готовившим это мероприятие, просим доверить нам участвовать в этой работе. Мне бы очень хотелось, чтобы и Андрей Викторович тоже прошел со своей авторучкой по этому тексту. Он всегда в этом смысле очень хорош. И я просто, ну, удивляюсь, как удачно получаются документы после того, как из наших шершавых и шароховатых вещей он как-то делает правильно. Андрей Викторович, не откажете? Спасибо. Спасибо. Так, значит, представители молодых ученых, да, и обязательно, естественно, представители других институтов. Причем, уважаемые коллеги, мы согласуем этот текст даже не на режиме сидения сообща, а мы быстро по электронной почте за сегодняшний день вечера должны это согласовать. Поэтому, ну, от выступавших представителей из наших институтов, давайте мы просто их включаем в революционную комиссию. Емейлы у нас все есть, мы вас все знаем, поэтому, вот, мне кажется, чтобы не раздувать чересчур, потому что, когда, получается, больше семи человек народа, уже привести к... Слава, у вас есть адрес для предложений? Адрес для предложений? Ну, направляйте на мой адрес, я буду признателен, он на сайте института есть, и я, как бы, готов эту работу скоординировать. Нет возражений против такого состава? Ну, в таком случае, да, переменном, мы бы тоже вас просили поучаствовать в редактировании, там есть некоторые особенности, связанные как раз с менеджментом, и наши-то менеджеры, на мой взгляд, они весьма эффективны. Нет, мне бы не хотелось, чтобы вот наших менеджеров убирали, а нам вот тех посадили. Не откажете, да? Спасибо. Есть что-то сказать? Вы знаете, я бы хотела сказать, в общем-то, я не хотела выступать, но слушая Богомолова, я поняла, что вот на той конференции, которая проходила, был основной вопрос именно по поводу реорганизации и изменения деятельности некоторых управлений РАН, в частности, ФЭО, организационные и так далее. Ведь на самом деле, вот в этом проекте есть пункт, по которому нас бьют именно за это. Даже не за то, что мало статей, не за то, что где-то вы, ну, не так выступали, а именно за управление. Вот это вот самое обидное во всем этом. Поэтому, ну, я вообще-то действительно хочу поучаствовать в создании этого документа. Спасибо, Елена Ивановна. Ну что ж, если больше нет предложений по составу нашей рабочей группы редакционной, то я хочу поблагодарить всех за то, что вы пришли на такое наше экстренное собрание, извиниться, что мы его так немножко сумбурно провели. И всем большое спасибо. До свидания. Собрание объявляет о предыдущем. Спасибо.